От идеи до готового результата – пара месяцев. За это время юный изобретатель Богдан Щапов успел изучить десяток книг про робототехники, создать макеты, собрать умную машину для эвакуации раненых солдат с поля боя. Над разработкой мальчик задумался около года назад. Богдан вспоминает, тогда его словно озарило. Увлечение точной наукой может помочь героям, выполняющих свой воинский долг, на передовой. В связи с проведением специальной военной операции на Украине, мне пришла идея помочь с чем-то нашим военным. Мне удалось встретиться с военными лично и поговорить с ними на эту тему. В ходе беседы выяснилось, что им часто приходится рисковать жизнями, чтобы эвакуировать раненого. Так и пришла идея создать этого робота. Глаза механического солдата – это встроенная камера с углом обзора 180 градусов. На первый взгляд, компактная машина, по задумке Богдана, может волоком оттащить в безопасное место взрослого человека. На практике идею удалось проверить на разгрузочном жилете. Операция по спасению прошла успешно. Робот захватился за карабин, тем самым может увозить раненого. Также на нем установлены два самозацепа раненого с помощью эвакуационной стропы. Эвакуационная стропа – это веревка, на конце которой есть карабин. Если человек может двигаться, он может с помощью эвакуационной стропы, которая у него как раз есть, зацепиться либо сзади за робота, либо с... На данном этапе модель не выдержит вес человека. Это дебютный проект Богдана. Сейчас он работает над пультом управления для своей разработки. Технологическое открытие школьника уже захватило внимание общественности. Мальчик забрал приз зрительских симпатий на 10-й Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». В скором времени робота увидят в Госдуме. И кто знает, может через пару лет Богдан Щапов представит свои разработки на международном форуме «Армия», получит необходимое финансирование и заручится поддержкой правительства. Ведь все большие открытия зарождались со школьной скамьи. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда. ТВ.